По мнению Кенниса Ракишева и Асель Тасмагомбетовой, создание достойных ярких и интересных игровых площадок – это ключ к более здоровым и счастливым поколениям. В Таразе ко дню города открылась комплексная детская игровая площадка общей площадью 1500 квадратных метров. Соучредители фонда Саби Кеннис Ракишев и Асель Тасмагомбетова лично присутствовали на мероприятии. В Таразе ко дню города открылась комплексная детская игровая площадка общей площадью 1500 квадратных метров. Соучредители фонда Саби Кеннис Ракишев и Асель Тасмагомбетова лично присутствовали на мероприятии. Новая детская площадка была построена в городе Тараз. В Таразе ко дню города открылась комплексная детская игровая площадка общей площадью 1500 квадратных метров. Игровая площадка оснащена современным спортивным и развлекательным оборудованием для молодежи и детей разного возраста, сообщает пресс-служба фонда Саби. Эта игровая площадка является единственной зоной в городе для детей, оборудованной гимнастическими спортивными и игровыми сооружениями, аттракционами, качелями, каруселями и горками. На строительство объекта фондом Саби, Асель Тасмагомбетовой, Кеннисом Ракишевым, постоянными партнерами и жертвователями фонда было выделено более 44. 5 миллионов тенге, тильда 90 тысяч евро, переданный объект был предоставлен городу Тарас на безвозмездной основе. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт. В Жамбылской области уделяется особое внимание формированию здорового образа жизни. В этом году в областном центре в рамках проекта Тарас-Гатарту было введено в эксплуатацию 14 спортивных площадок. Трехлетний план предусматривает благоустройство дворов многоэтажных жилых домов в Таразе. В завершение мероприятия основателю и президенту благотворительного фонда Саби Асель Тасмагомбетовой и соучредителю фонда Кеннису Ракишеву было вручено благодарственное письмо от Акима области. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт. Благотворительный фонд Саби, основанный Асель Тасмагомбетовой и Кеннисом Ракишевым, является старейшим частным благотворительным фондом в стране. В следующем году ему исполнится 20 лет. Фонд поддерживает широкий спектр программ, включая пропаганду доступного любительского спорта, образования здравоохранения и охрану окружающей среды.